это наше оценочное суждение бить нас не надо это не нужно мы не вывезем всем привет дорогие друзья вы смотрите видеоблог студии ветви сегодняшний наш сюжет посвящен очень странной теме теме отмена концертов у нас по стране и тема стала очень животрепещущая дошло до того что в якутске отменили концерт lg буквально вот пару часов назад и поэтому мы решили созвать срочное совещание и обсудить совет директоров дачи чем же нам это все грозит и насколько эта тенденция будет усугубляться в дальнейшем потому что в прошлом году у нас тоже прошла волна отмен концертов и теперь это продолжается что вы думаете по этому поводу короче это плохо ну все понятно расход расход пацаны насколько я заметил да началось это вот с каких-то общественных организаций и мало знакомых мне личностей которые высказались насколько я помню на такой прекрасной платформе для стариков называется фейсбук общественница вы выразила свое мнение по поводу lg вот именно вот те слова то что это пропаганда алкоголизма гомосексуализма каннибализма и так далее так далее впервые было написано ею ну в ее посте то есть и потом на кликбейте все это вот уже зашлось до разошлось сыграла очень важную роль то что некоторые якутские порталы интернет портала поддержали ее и то есть перекидывали новость туда 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 мне понятно смотрите мне кажется что первичный посыл был в том что в дагестане отменили концерт его рак рида вот начало было положено и все в регионах до внизу внезапно поняли я же действительно я могу повлиять на то чтобы концерт какого-то артиста не состоялся кого мы бы могли отменить дело в том что в якутии вообще концертов то не так много и приезжих артистов вообще на самом деле не то что немного их мало но сейчас посмотрите вот именно вот я не знаю каким способом они выбрали а так бутырка ну ну тюремная тематика ладно нормально у нас как бы ауе проблема между на бутырку я и сам пойду на бутырку я и сам пойду они же мотивировали тем что дети пойдут они люди были взрослые а дети около месяца назад в россии прошло письмо матери матери ребенка девочки которая совершила суицид по словам матери это было из-за песен lg потому что как-то она послушала потом она начала у нее в поэтому в поисковике гугли находить что такое и тому подобное это это фейк это это причем это фейк да и я вот не понимаю кто поддерживает вот это вот такие вот фейковые новости да это тоже самое то что я умру там до от рака да из-за того что курил до из-за того что слушал виктора цои да чтобы у меня была пачка сигарет всегда с собой типа я умер там от рака легких среди по поверхности ходят они прочитали такие не удостоверились кто это реально ли это было не проверили и такие все ладно надо поддержать это и начали писать выразить свое мнение во-первых залететь вы понимаете насколько уровень лицемерия в нашей ну вот сейчас в нашем сегодняшнем обществе вот это по-моему прям ну если не пик то это прям край разве это не факт ущемления моих человеческих прав вот я не хочу чтобы мой ребенок потом брат внук племянник сын дочь чтобы он пошел туда он и не пойдет а если мне это интересно я возьму своего ребенка за руку хоть там и 18 плюс куплю два билета и пойду хоть с пятилетним я ему все равно все это покажу потому что я так живу я хочу также и почему кто-то мне должен говорить как мне жить что для меня хорошо что для меня плохо я плачу налоги плачу каждый человек свои высшие потребности базируют на низших вот у людей сейчас не хватает денег там заплатить за учебу детей одеть сына в школу когда люди доведены до отчаяния я не не удивлюсь если эти люди пойдут есть друг друга потому что жрать то нечего обеспечьте людей их самыми простыми потребностями а потом уже мораль втирайте им в уши мне так кажется я напоминаю что сергей мартынов баллотируется в общем я была я была наш кандидат короче у лицемерия у нас повсюду даже смотрите 80 процентов до из тех кто допустим выступал против концерта элджей вряд ли не слушали песню розовое вино у себя они эту песню слушали но там нету матов нету пропаганды какой-то да но они поднял до танцевали но не знали что это элджей то есть вот хорошая песня типа розовое вино там та-та-та-та-ра и потом потом будет выступать против никто-то игры замечательный идея чтобы он приехал не как элджей а как как-то алексей у ценюк его бы никто какой-то народный певец и как у синюк по поводу фактической причины отмены концерта допустим на ленте ру вышел материал что концерт отменили из-за угроз убийством в артисту да я могу гипотезу высказать что возможно организаторы могли подумать что полторы тысячи билетов этого недостаточно и просто отменили концерт потому что посчитали это не рентабельным а причину указали что ну вот поступали угрозы какие-то но на самом деле мне кажется что в выступлениях любых крупных артистов всегда такой риск присутствует кстати вот это это то что ему угрожали да ему там организатор это факт то есть я заходил на его страницу видел на надо в комментариях очень много там комментариев не приезжай в якутском мы очень любим бить себя в грудь да когда о нас говорят допустим да где-то по россии там допустим максим галкинс хорошо высказался там о якутске там о якуте кто-то упомянул якутию там и так далее а сейчас сейчас что скажут сейчас все новостные ленты россии допишут вот лентуру и так далее так далее днк допустим все пишут о том то что отменили концерт из-за угроз а тема какая да вот его питья в грудь у нас то что мы теперь да негостеприимная там республика да мы защищаем какие-то принципы извне но не защищаем принципы которые у нас здесь в якутске внутри у нас до сих пор общество нетерпимых у нас до сих пор общество псевдо моралистов у нас до сих общество людей которые считают себя умнее других но нет у нас общество фарисеев вот на самом деле ребята я в нашем городе на дне видел почти всех поэтому и сам там бывал в нашем городе нет идеально идеальных людей и мы их мы все прекрасно знаем косяки друг друга мы все живем в маленьком городе и когда кто-то говорит то давайте мы не будем допускать человека у которого есть какие-то неправильные песни ну вот я теперь не могу с ним согласиться потому что мы на что переходим на двойные стандарты мы теперь ну вот действительно как фарисеи до будем высказываться самое интересное короче что концерт отменили сегодня а вчера прошел наоборот концерт я пою свою музыку и заказки чтобы освободили там в общем было да все знают что была дурацкая ситуация когда рэпер начал петь на крыше чьей-то машины и его забрали подобралась то в поддержку его масса ну это рэпер и ну по сути масса разношерстная из эстрады подтянулись люди это люди которые начинают понимать что ну нельзя так делать это это цензура это ограничение свобод личности мы к этому приходим многие же люди думают что артисты сами прилетают к нам в город сами организуют концерты там да по своему желанию но нет это же делают именно люди здесь да творческие которые платят деньги так подят деньгонара за гонорар размещают рекламу за звук там за все 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 это относится к деньгам они с одной стороны вкладывают немалые деньги в это с другой стороны это вклады с очень большими рисками даже без учета того что государство может этот концерт отменить а теперь вот смотрите у нас в якутске да и так мало да вот каких-то вот творческий вечеров концертов и так далее в творческий вечер у нас в якутске вообще мало кто прилетает там до из зарубежных тем более артистов а сейчас вот после вот этого инцидента будет еще меньше вот этого потому что организаторы концертов которые у нас в якутске есть теперь боятся кого привозить кого не привозить да то есть за каждым артистом стоит какая-то гнилая история и если кто-то захочет он ее выкопает да и так разбросая то что вот это плохой человек но песни у него хороший но но плохой человек но я не знаю вот что в этом случае делать час организатором концертов ну да нет сейчас я не знаю тогда у нас город там до или республика должна вынести список групп или каких-то личностей которые запрещены в республике сахаре а понимаете еще в чем фишка говорят что вот появилась снова цензура как в советском союзе но позвольте в советском союзе был список групп которые нельзя привозить водка который нельзя упоминать и так далее да хотя бы было понятно а сейчас вот почему то вот и лжей кому-то не понравилось и его запретить а можно было об этом раньше сказать потом мы удивляемся а почему наша молодежь не не остается у нас в якутии и не начинают там развивать ее а все типа уезжают центральные города и там успешно продвигает что-то а вот почему вот я знаю в якутске много людей которые ни разу не выезжали за пределы республики вот нет денег не куча людей которые не в разу не выезжала за пределы города но я вот кстати съездил до недавно и по дороге зацепил несколько концертов когда был в отпуске мне очень понравилось спасибо спасибо мне за это да а вот у этих людей нет такой возможности и они организаторы концертов здесь они делают им подарок ребята вот у вас нет такой возможности заплатить 100 тысяч за билеты слетать в москву и посмотреть концерт и вот им организаторы делают подарок и пожалуйста мы вам покажем сегодня л джей через там какое-то время кто-то другой но смс например баста или кто-то еще а вы посмотрите это те люди которых вы слышите познакомьтесь с ними ближе познакомьтесь с их творчеством потому что творчество артиста на сцене это совершенно другое творчество это не просто его песни это сам артист его энергетика его какие-то флюиды которые ты можешь почувствовать только на концерте эти люди пытаются сделать для нас хоть какое-то развлечение отвлечь нас от вот этого всего что у нас здесь происходит что у нас мэрия за миллион кушает оказывается а в итоге получается что нельзя это слушать тебе нельзя вот тебе дружище стоп они говорят что вот он пропагандирует какие-то вещи там каннибализм наркотики но я до этого не слышал в этот песнях я слушаю просто вы типа ну качай я дома слушаю л джей сижу до слушаю л джей не помню что я сделал но жена меня потом нашла что я просто сырое мясо грызу сижу в углу почему детей и вообще молодежь стоит отпускать на такие концерты потому что здесь ну в нашем в нашей повседневности в наших буднях очень много нервного напряжения ты в итоге становишься весь такой вот как страна на тебя заряжены на электризованы на тебе куча вот этих каких-то эмоций которые некуда девать а них надо просто пойти и от танцевать на заземлить я серьезно вот при вот я пришел на кон вот скажите запретом концерт на л джея в якутске он исчез у меня из айтюнса не он остался вот как я своему племяннику объясню что ему здесь на концерт ходить нельзя а в айтюнсе скачать можно нет я не говоришь он просто сам скачает и послушал он сам скачает и послушай он включит youtube и посмотрит любой другой концерт бесплатно он он не потратит на это никаких денег он посмотрит помечтает но он не получит тех эмоций когда он бы пришел туда как затанцевал бы там как бы вот он прям разрядился бы пришел домой уставший просто лег и такой более классно было вот я его слушал столько лет а тут он приехал я посмотрел на него вот это артист наверное это артист да вряд ли он придет домой да ляжет вот бы сейчас давайте будем думать о том почему это происходит почему на это закрывают глаза и почему эта ситуация усугубляется потому что на все безусловно рациональные доводы любой человек у которого есть вот такая позиция я считаю что это правильно у него найдутся контраргументы и они будут возможно логичными но дело же не в этом дело в том что у нас действительно абсурдная ситуация складывается запрещают концерты артиста почему потому что мы подумали что он что-то там к чему-то призывает или к у него какие-то татуировки не те мы живем все-таки в обществе которое должно быть гражданским мы столько говорим про гражданское общество что мы вот демократическая страна свободы и так далее у нас этого нет это понятно запретим без си си кетч пожалуйста не для участики как он дает уже 20 лет назад в общем я работаю педагогом педагогом и моим детям в школе сказали что вы вообще на метр не должны быть рядом с триумфом вообще не должны быть иначе будут последствия они же могут реально выгнать из школы все это возможно серьезно нет в каком-то колледже даже говорили то что если вы попадете на концерт л джи то вы претендент на отчисление вы понимаете это не инициатива школы это сверху школе сказали там написано под подписью прокурора это то же самое что ребята если завтра никто не пойдет на выборы вы все будете отчислены когда-то павел воля на передачу гордона сказал очень крутую цитату мэтта гроунинга мэтт гроунинг это создатели симпсонов в эту гроунингу задали вопрос кто-то из родителей то что вот вы сделали барта симпсона вы пропагандируете его безобразный образ жизни вы пропагандируете хулиганство вот вот почему вы это делаете и мэтт гроунинг тогда ответил сказал вот посмотрите на барта симпсона чтобы ваш ребенок не был как барт симпсон вы не должны быть как гомер симпсон все это это . никто не решит то ли за вас каким будет ваш ребенок только ваше воспитание и отношение к вашему ребенку решает все я тоже хотел бы вспомнить парафраз неплохой цитаты что кто-то говорил вот телевизор а тогда было очень модно винить во всем телевизор телевизор воспитывает моих детях какие-то отрицательные черты и очень хороший ответ на это если ваших детей воспитывать телевизор то этой самом деле то проблема не в этом проблема всегда в родителях и поэтому вспоминая как мы выросли тогда тоже в мире вообще было не очень спокойно и хорошо но почему-то тех людей которых воспитывали нормально выросли нормальными людьми хотя там можно было наткнуться не только на элджей а на улице намного чё похуже и поэтому мне кажется что любые доводы по поводу того что нужно детей оградить от чего-то мне кажется несостоятельно как раз таки по этой причине если вы плохо воспитываете ваших детей неважно как вы и хорошо от чего-то ограждаете с этими детьми ничего хорошего не произойдет а если вы воспитываете ваших детей нормально тогда неважно на какие концерты он ходит неважно какой ужас он видит вокруг себя на концертах каких-то артистов или еще где-то по телевизору в интернете вырастет нормальным человеком если вы в него вложили стержень если вы ему привили какие-то правильные ценности какие-то правильные ориентиры все начинания все все что мы делаем все должно начинаться с себя вот сами не делайте и ваши дети не будут не материтесь дома ваши дети материться не будут не пейте не курите и у вас в семье и дети не закурят ваши проблемы ваши дети на самом деле все думают что молодежь очень тупая школьники тупые школьники умнее сейчас поколение ваще очень некоторых депутатов а поэтому это же вообще саморегулирующаяся такая система школьники они сами же все цензурируют вот в них правильно сказали нужно заложить просто добродетели стержень и прочее фильтр который есть и все они будут сами двигаться по жизни если вы будете везде все запрещать то в конце концов вы что-нибудь запретите он это сделает и ты сейчас после этого учу толгода получишь лера пожалуйста валерия я весь выпуск молчала а теперь скажу я думаю то что вообще может сыграть эффект этого запретный плот то что вот я на самом деле не хотела идти на концерт но вот когда начались разговоры про то что его запретят про то что он станет 18 плюс но это как бы уже спасибо мне не грозит мне захотелось мне даже захотелось послушать скачать а что там такого за что это могли это запретить захочется посмотреть какие у него там татуировки на теле из-за которых видите ли ему нельзя показывать свои руки вот все это хочется только посмотреть люди найдут рано или поздно им запретите одно не найдут другое школьники да вот люди там младше 20 допустим да ну это я условно так говорю в них же заложено на дух бунтарства допустим ты за ты запрети вот концерта я схожу на этот концерт и буду говорить своим одноклассникам а я сходил да говорит надо говорить не будь хорошим человеком и он станет хорошим вредные советы григориоз учу того года за такое не надо понятно одно что эта тема вызывает очень серьезные эмоции в умах наших людей и наверное каждому из нас нужно будет в конечном счете прийти к единому мнению плохо это ли хорошо ли нужно это не нужно и я предлагаю вам высказаться в комментариях написать что вы думаете лично по этому поводу как вы считаете действительно что нужно ограждать детей от какого-то тлетворного воздействия что нужно направлять что наши республики это не нужно или же что вы считаете что пусть умные люди сами разберутся пусть каждый воспитывает своих детей сам и что нужно просто давать тысячи цветам расти и так далее подписывайтесь на нас ставьте пальцы вверх всем пока как выбрать то что будет приносить пользу что будет по-настоящему интересно определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже оставаться рядом с близкими и друзьями но при этом открывать новые горизонты чтобы достигнуть чего-то большего нужно начинать идти к цели прямо сейчас якутский колледж инновационных технологий будущее в твоих руках